Славинские юнаты вырастили в собственной теплице более 4 тысяч цветов. Рассаду передали для посадки в школах, детских садах и на клумбах родного города. Секретами растеневодства поделились юнатовцы с нашими корреспондентами. Теплица у юных садоводов сезонная. В декабре начинают сожжать семена, а готовая цветущая рассада получается в апреле. Раньше теплица находилась в аварийном состоянии. Капитальный ремонт провели в декабре 2013 года. При поддержке депутата законодательного собрания Краснодарского края Виктора Чернявского. Теперь здесь постоянно проходят занятия. Теплица у нас служит для того, чтобы наши ребята, городские ребята в первую очередь, понимали, как важно сейчас ландшафтный дизайн, как важно сейчас вырастить самому любое растение. То есть все эти знания и умения, я уверена, что помогут им в дальнейшем сделать жизнь в своем доме более уютной. Ну а для кого-то, может быть, это станет им каким-то заработком, а для кого-то это, возможно, будет выбором профессии. То есть профориентационное предназначение нашей теплицы именно для воспитания трудовых навыков детей – это, конечно, для нас самое главное. На кружках дети учатся правильному уходу за растениями, как из семян вырастить цветы, проводят различные опыты и эксперименты. Готовые саженцы высаживают в открытый грунт. В теплице есть и более 60 видов комнатных растений. Ангелина Жданова, воспитанница станции юных натуралистов, признается, глядя на результаты своей работы, гордость переполняет. Ведь в красоту, которая сегодня украшает наш город, каждый из юнатовцев вложил частичку своих стараний. Весь год мы ходили на станцию юных натуралистов. Мы ходили на кружок, который называется «Исследователи зеленого мира». Мы ухаживали за комнатными растениями, размножали декоративно-лиственные и декоративно-цветущие растения. Растения очень красивые, благодаря ним мы, можно сказать, живем. Они дают нам кислород, они вкусно еще пахнут. В этом году юнаты довольны результатами своей работы. Им удалось вырастить более 4000 цветов – сальвии, бархатцев, петунии, гацании. Сейчас эти растения украшают не только клумбу двора лицея номер один, но и практически всего города. Тина Копачевская, Александр Косицын. Программа «События».